В Челябинской области за сутки выявлено 75 человек с положительными тестами на COVID-19, скончались 4 человека. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 13 374 человека. По данным оперативного штаба по Магнитогорску в городе за последние сутки не подтверждено ни одного нового случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии таким образом в городе подтверждено 1792 случаи, из них 1471 пациент выздоровел и выписан из больниц. Педсовет уже на этой неделе. 20 августа в режиме видеоконференц-связи на Южном Урале пройдет традиционный августовский педсовет. На совещании педагогам расскажут, как им предстоит работать с 1 сентября, учитывая требования по нераспространению коронавируса. В августовском педсовете примет участие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Челябинской области в День знаний не будет массовых линеек. Родители школьников просят остаться дома. Исключением станут только родители первоклассников. Тем временем полномочный представитель президента на Урале Николай Цуканов во время недавнего совещания в Челябинске с главами регионов УРФО призвал готовиться к возможной второй волне коронавируса. Тем временем прокуратура Челябинской области открыла горячую линию по проблемам принудительного сбора денег с родителей. Законных представителей школьников и дошкольников призывают жаловаться, если с них требуют сдавать деньги в фонд школы, класса или группы в детском саду. Подобные требования должностных лиц образовательных организаций являются незаконными, поскольку статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантируется общая доступность и бесплатность дошкольного, основного, общего и среднего профессионального образования. Подчеркивают в прокуратуре. Жаловаться на неправомерные действия работников образовательных организаций можно по телефону 39 2107. Код Челябинска 3512. Горячая линия работает с 9 до 18 часов. Поступившая информация будет проверена. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, по вопросам нарушения прав на бесплатность образования граждане могут направить обращение через интернет-приемную на официальном сайте прокуратуры области. Какая часть Магнитогорска преобразится в следующем году? На этот вопрос ответили сами жители. В городе завершилось голосование, которое проходило в рамках программы формирования комфортной городской среды. По его итогам определилась пятерка лидеров. Среди них проект по преображению набережной в парке у Вечного огня. Место, где горожане любят кормить уток или просто любоваться на речку. Глава правобережного района Александр Леднев рассказывает. Территория, она, конечно, в первозданном виде красивая, но немножко неудобная. То есть и по большому счету наша задача сделать так, чтобы было очень красиво и удобно нашим горожанам. Но скоро все может измениться. По проекту здесь собираются создать современный ландшафт в эко-стиле. Так что вместо дикой травы здесь появится уютный уголок. При этом главный архитектор уверяет, ни одно дерево при благоустройстве не пострадает. А модный дизайн отлично впишется в стиль парка. Деревянные пирсы, удобные лавочки, фонари – все для удобства отдыхающих. Начальник управления архитектуры и градостроительства Владимир Астраханцев рассказывает. Изюминка, я считаю, это будет вот такая вот полусферическая поверхность, беседка. Там многофункциональная, то есть там можно будет в непогоду отдыхать, а солнце она будет защищать. Интересные такие элементы ландшафтного дизайна будут применены. В лидерах голосования по преображению Магнитогорска также оказались парк в южной части города, скверы имени Чайковского, трех поколений и ветеранов магнитки. Теперь слово за жителями. Им предстоит выбрать территорию, которую благоустроят в следующем году. Финальный этап голосования пройдет 2 и 3 сентября. Бывший игрок футбольного клуба Магнитогорск дорос до российской премьер-лиги. 28-летний защитник Марат Быстров, выступавший за магнитку в ЛФЛ, стал игроком Грозненского Ахмата. Быстров перешел в команду российской премьер-лиги с казахстанской командой Орда-Басы. Он подписал с грозницами двухлетний контракт. Ранее Марат выступал в ФНЛ за Тамбов, а также в казахстанской премьер-лиге за Табол и Астану. В феврале прошлого года он впервые сыграл за сборную Казахстана. Напомним, Марат родился в поселке Большевик, Кастанайской области Казахстана. Жил там до 6 класса, а в 2005 году, когда Быстрову было 13 лет, его семья переехала в Россию под Магнитогорск. Здесь он продолжил заниматься футболом, которым начал увлекаться еще до переезда. Марат занимался в Магнитогорской футбольной школе. На тренировке ему приходилось ездить по 40 километров на автобусе из соседнего района. На Быстрова пару лет назад обращали внимание скауты московского локомотива и питерского «Зенита». Но до трансфера дело так и не дошло. В итоге Марат уехал в родной Казахстан, где выступал в местной премьер-лиге. И вот теперь бывший игрок Магнитогорской команды сможет наконец-то дебютировать в сильнейшем футбольном турнире нашей страны. И о погоде. Сегодня ночью в Магнитогорске всего плюс 9 градусов. Завтра днем потеплее до плюс 17. Ожидается дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Это была программа «Вести Магнитогорск». Редактор субтитров А.Семкин